здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина девчата и ребята я знакомлюсь снова для себя пряжей если есть интерес оставайтесь совсем недавно я показала распаковку посылок как я зашла перед праздником два магазина и сказала что как-то надо назвать этот великолепный цвет вроде как коралл вроде как лосось мне девочки пишут таня это цвет редчайшие орхидеи я не помню даже как называется я за ней гонялась очень долго кто-то горит татьяна вот именно так выглядит розовый фламинго не совсем розовый а вот так и вот кстати сейчас телефон мой наверное несколько раз мой поруганный от того что он все вы знаете от слова седина он все сидит мой телефон отругала стал все показывать ярче на самом деле цвет бледнее гора вот сейчас мелькает его настоящий цвет так а пряжа давайте уже по сложившейся традиции рассмотрим этикетку посмотрим образец на довод его после в итоге конечно размер название королевский мохер сайт где можно приобрести от реко цвет 3023 и рекомендации по уходу что можно что нельзя состав 50 процентов мохер 30 процентов нейлон 20 процентов шерсть то есть на 70 процентов состав натуральной это конечно замечательно вес 50 грамм очень не хватает строчки по метражу хотелось бы конечно все это видеть поэтому за информацией о метраже надо идти на сайт так здесь можно просчитать что 650 метров моточки 50 граммовым и рекомендованный размер спиц надо сразу написать на матке я обычно так делаю но конечно более удобно чтобы это все было на этикетке в одну ниточку два два с половиной в две-три ниточки 3-5 и я думаю что касается вот размера спиц мохер это такая штука потому что кто-то на девятке до вяжут паутинки и это очень красиво главное видеть себя в этой вещи что мы вяжем да вот но если шапочку то там другое количество нитей конечно другое количество другой номер спиц это все очень очень индивидуально что мы вяжем как мы любим и так далее дальше королевский мохер это пряжа высокого класса который отличается особым комфортом изысканностью и непроизойденной мягкостью давайте я вам буду читать а вы будете любоваться на мохер мы сейчас еще этот моточек вот так положим чтобы вот так вот была красота приблизим и читаем где мы остановились на изысканности непревзойденной мягкости да хочется верить изготовлена из сочетания натуральных и синтетических волокон что обеспечивает изделием тепло и долговечность основу пряжи составляет нежнейший мохер который придает изделию легкий пушистый и воздушный эффект да это вот в образце действительно она так я могу подтвердить я не знаю как расположиться так чтобы цвет передавался еще при этом он не такой яркий как показывает телефону не такой тусклый там тоже на сайте есть еще более тусклый цвет но сейчас на моем носителе вроде более-менее хотя вы можете смотреть других носителей там будет совершенно иначе так прочные нейлоновые нити обеспечивают стабильность и устойчивость формы а тонкие шерстяные волокон добавляет тепло и комфорт пряжа королевский мохер идеально подходит для создания элегантных и стильных изделий вот тут и перечисляется уютные кардиганы шапочки я бы еще сказал палантины паутинки так и ролик на сайте есть ролик который можно тоже кстати посмотреть там в голубом цвете мохер взяли и связали тоже образе чик а мы посмотрим на тот образец который связал я и сейчас сейчас продолжим посмотрите комментарии продолжают приходите вот еще персиковая бегония это мой любимый цвет от орхидеи уже к бегониям дальше еще интереснее будет так девчата теперь мы с вами смотрим под микроскопом пряжу тоненькая красивенькая как я люблю не плоская а вот такая прям хорошо заметно белая ниточка на которую как я понимаю намотана шерсти мохер я не специалист в этом но то что здесь явно белая такая основа вся в пушку это видно и уже цвет он такой будет игривый именно игривый по другому не назовешь ниточка тоненькая для меня в одну я вряд ли буду вязать когда хотя говорят никогда не говори никогда девочки пытаюсь уже традиционно на атомы и молекулы все это разобрать но вы знаете так все чётко как-то скрученная здесь вот можно увидеть беленькой ниточкой и вокруг нее вот это вот танцы пушистиков очень сложно мне разъединить вот что хотите со мной делайте как-то это все видимо уже а может это в пропиточки не могу я не могу разъединить да и если смысл я вам так вот нитку покажу дело в том что вот я вчера прикладывала к шее и сейчас прикладываю к шее моток не колется связала образец приложила его к шее не колется пошла постирала приложил к шее чуть-чуть покалывание есть вот прям крохотная я уже стара сравниваю думаю ну вот они может не стой ноги опять прикладываю моточек мне не колется прикладываю образец после вт о чуть-чуть есть покалывание такой знать в этом отношении слоник бегемотик мне даже нравится капельку не сильно вот как я люблю шерсть повышать все что с ней связано поэтому но вещь конечно индивидуальная одному и тому же человеку даже цвет вот от цвета зависит от индивидуальных особенностей одно что колка одному не колку другому так еще и цвет берешь один цвет он более колки берешь другой цвет менее колки вот такая нитка образец и я вязала в два сложения в один не рискнула я конечно герой но не такой какие спицы я взяла стал вязать резинку на спицах 325 перешла на три с половиной потом перешла на 4 и потом перешла на четыре с половиной резиночку такую художе как мы называем опять я спицами меньшего размера вы знаете вот на четверке думал остановлюсь прям так понравилось мне но перешла на четыре с половиной причем я вязала про пробовала да вот так как деревом но вот четверочку если взять симфони ой мы тут записи больше записывать негде только на упаковке спиц вот но так как у меня есть значит мои любименькие единорожки четыре с половиной и я хочу паутинку если я буду ее хотеть паутинку вот наверное я на четыре с половиной буду вязать сказать что прям разница особая не могу и сказать что на дереве вязать удобнее чем на металле тоже не могу девочки мне почему-то удобно и то и то иногда от махер просто не вяжется на металле просто руки дерева но сейчас избавлены раньше вообще не знали его смотрите петельки на более мелких спицах давайте перешагнем на более крупные вот особой разницы я и не заметила конечно здесь вообще можно было на восьмерки связать и на девятки связать вот они петельки все это просвечивает естественно чтобы не просвечивала до меньше номер брать но забивать такую нитку я не хочу шерсть еще будет раскрываться четверка и четыре с половиной я пока думаю если я осталась на паутинке но это будет не совсем паутинка это будет просто такой просвечивающий джемпер но для меня паутинка мы конечно исходим девочки своих фигур из своих из видения себя в том или ином изделия я обязательно покажу образец до вто как он выглядел он был красавчиком но он вот таким в общем то как это сказать рельеф неким скукоженным так лучше раз увидеть чем сто раз услышать ну красивые же красивые мы иду в это о и после в это о просто красотулечки а размер наш измерю я по области где четверка с половиной потому что там собираюсь вязать но вот 23 мы кургузеньки мы расправимся и размеры будут больше скорее всего но в нас есть шерсть поэтому можем схлопнуться 23 на 17 запомнили на семнадцать такая легкость такая невесомость он потрясающий он просто потрясающий я танцевать хочу я танцевать хочу пара ра 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 так ну что мы какое-то время полежали в полоте жки и И теперь будем сохнуть, выбеливает, ах, камера какая, и превращаться, вот мы какие красивые, здесь вот прям выбеливает, и будем превращаться в после ВТОшный образечек, который, наверное, уже видели в начале ролика. Вот так, как это сделали. Я очень рада, вот сейчас трогаю, потому что уже всё, он влагу отдаёт. Дело в том, что пока он был сухим, никаких вот таких синтетических вещей я не чувствовала. Пока образец был в воде, синтетика, я не знаю, нейлон, нейлон, это я, ну, как читаю, поэтому по составу знаю. А так вот, вот, хороший цвет, а так не знаю, я что тут, я не скажу, но что-то синтетическое во влажном образце чувствовалось очень сильно. И вот сейчас он опять начинает быть воздушным, сохнет, и уже опять такие ощущения приятнейшие. Что ж, встретимся, когда будем совсем сухими, а точнее мы с этого красавца начнём ролик с высохшего. А пока мы ещё в процессе кусочки собираем. Так, размеры. Что касается, значит, ширины, чтобы всё входило в кадр, некоторые ведь не верят, они думают, что я куда-то там с лентой двину. Зачем мне, правда, это надо, не знаю. Вот 20... Так. 25 сантиметров. Мне кажется, это не прибавило пряжи, не растянулось пряжи, а именно выпрямилась вот эта вот кургузость. Нашла я всё-таки слово. А здесь... Помню, что было 17. Сколько я сейчас... А 17 и осталось. Так, штатив. Как бы мне тебя обойти? Обойти. 17 и осталось. Так, значит, 23 на 17 превратила в 25 на 17. Вы знаете, хорошо, что не подскочила длина. Ну, хотя шерсть со временем, я не знаю. В общем-то, ширину я люблю. Вы знаете, я не считаю, кто умеет считать. И кто не умеет, а кто любит и рассчитывает, это сделает. Вязать надо, естественно, образец исключительно тем рисунком, которому будет связана вещь. А я ещё, знаете, пока не решила. Два дня я вяжу. Это у меня палантин 100%-ный, потому что мне цвет идёт настолько. У меня так идёт этот цвет. А два дня у меня паутинка. Опять два дня у меня палантин, два дня у меня паутинка. Но на чём-то я обязательно остановлюсь. У меня так резко сменились планы. И с пайетками шоколадной хочется начать. И что-то из этого вот... Я уж теперь не знаю. Орхидеи, фламинго, бегонии, лосось, коралл. Тоже хочу начать. Посмотрим. Ну, обещала вам связать образец? Связала. Знаете, вот так вот на руку положишь, да? И уже вот чувствуется, чувствуется это вот это тепло, которое растекается. Сразу, мгновенно чувствуется. Вот я вам покажу близко образец. Ещё раз говорю, для меня он чуть-чуть после ВТО стал покалывать. До ВТО я этого не замечала. С изнаночной стороны, чтобы изнаночную гладь. Потому что очень многие любят изнаночную гладь. Ну, конечно, надо попробовать. Всё нужно попробовать именно под себя, именно для себя. Вот мережка, она всегда отвечает за то, как будут смотреться ажурные рисунки. Смотреться они будут великолепно. Мережка, она выигрывает, не теряется где-то. Вот такая художественная резинка всегда отвечает за косые раны. Сейчас модно вот эти паутинки, да, крупными каким-то косами вязать, с крылышками вязать. Так что, отличается ли он от Махера на шелке? Да, от Махера на шелке он отличается, естественно. Вот не поленилась, сходила за образцом. Софт Дрим у меня был от Би-Би-Би. Ой, какая же прелесть. Да, но даже Махер на шелке одного артикула, он отличается от Махера на шелке. Ку-ку, телефон. Отличается от Махера на шелке другого артикула. Вот, например, у меня два было Махера, мой любимый, Кит Силк от Дропс. Из одного я связала джемпер ванильку. И из остатков, прям буквально два мотка по 25 грамм, ну, ничего себе остатки, да, косынку, когда летала с сынолькой в Сочи. Сочи в феврале. И вы знаете, и там, и там Махер на шелке. Но вот здесь он как будто матовый, как будто слегка шершавый. А еще у меня был Махер Кит Силк, абсолютно это же, ну, как сказать, этого производителя, серенький. Тут он у меня, вы знаете, с бобинным мериносом смешан. И, ну, руки-то помнят, когда я брала одно и второе. Ой, какая красивая картинка. Сейчас мы вот так вот голубенький положим. Тут Махер лежит от Ализы еще. И сделаем снимок для Адзен. Ой, какая прелесть вообще. Зелененького не хватает, да? Вот так, девчонки, пойдет? Пойдет. Так вот, я закончу свою мысль. Кит Силк, да? Здесь более матовый, более шершавый. Здесь вот он прям, не знаю, я подумаю, что здесь тоже вот этот вот мой пока любименький Soft Dream. Правильно, что ли называю? Ну, что-то помню от Би-Би-Би. Разные. Махеры разные. А вот у меня паутиночка Махер от Лана Гата. Вот я все хочу с дроп сравнить. Мне кажется, вот этот полаской весь, что ли. Ну, это не потому, что дропс плохой. Я дропс обожаю. Кит Силк. Вот этот голубой, он больше к тому серенькому, который я сейчас показала, унесла, подходит. Косынка прошла проверку временем. Я ее носила. Ну, вот и сейчас продолжаю носить. Марта у нас какой-то не очень ласковый. И в поездки беру. Потому что, вы знаете, это невесомость. Хочешь на голову, хочешь на шею. Только когда приходишь, надо обязательно, она же вот, ну, начинает гармошиться в тех местах, где шею греет. Ее обязательно не просто бросить, да? А ее надо расправить. Вот эту косыночку очень важно расправить. И это действительно на долгие-долгие года. Но она мне тоже чуть-чуть покалывает. Разные ощущения от разного времени. Вот. В общем-то, конечно, Махер, Его Величество Махера, он разный. Вот у меня еще паутинка розовая. Она такая маленькая, она как селедочка получилась. Я ее тоже обожаю. Я, мне кажется, даже желтую носила меньше. Была у меня еще зелененькая паутинка из Махера липа, цвета липа. Это бобийный Махер. И вот, кстати, очень похоже. Махер, герой сегодняшней программы, с этим Махером. Но то да не то. Я просто хотела сказать, что вот она у меня получилась такая тяжелее. Я связала с ниточкой вискозы, ее соединила. Телефон, я понимаю, красота. Ну, миленький, давай, да, снимем ролик. И вот подарил я именно эту паутинку. Хотя вязала для подарка другую. Вот, понимаете, я говорю, это на шелке. Но желтинку я бы никому не отдала. Это все-таки поездка. Это море. Это очень приятное воспоминание. А другую, пожалуйста. Нет, вот ей нужно было тяжеленькую, как мне показалось, потому что там ниточка вискозы была, или точнее жемчуга. Желтая ниточка жемчуга. Вот на подарок выбрали именно эту косынку. Махера он разный. У меня сейчас нет толстого Махера. У меня вот остатки ализешного Махера, да. И вы знаете, что я очень люблю в носочке все это приматывать, заматывать. Ну, посмотрите, что делает, а. Вот так вот. Аж мысль потеряла. В общем, Махер, он хорош сам по себе и прекрасен в смесовках. Вот если взять вот этот Махерчик, Soft Dream, да. Ну, это сказать, что прелесть, ничего не сказать. Тем не менее, я связала не из него одного. Ой, это я зачем вру-то. Вот он, Soft Dream. Я чувствую, по легкости не то. Вот он. Но я связала не с него одного, а смешала его с пряжей слонимской. Вроде неплохая пряжа. У меня прям есть отдельный ролик слонимской пряжи. Но как-то не видела я вот джемпер. Что-то не хватало мне в этой пряже. Когда я соединила Soft Dream и слонимскую пряжу, получился образец, который я помню, прямо в ролике мы с вами даже высказывали мнение. Телефон, в общем, настолько очумел от красоты, что с ним не сладить уже. Молодец. Получилось полотно, которое всем очень понравилось. Мы сравнивали вот Махерчик и слонимку или Махерчик и Лидию. Махер с Лидией тоже очень многим понравился. Он отличается-то, может быть, какими-то нюансами. Вот просто Махерчик, вот Махерчик с Лидией. Я здесь подобрала в цвет. Можно подбирать мне в цвет. Я к тому, что это, конечно, Махер – это царь, это король. Это прям спасибо ему огромное. Как можно с ним играться? Он сам по себе хорош, ну прям даже не хорош, великолепен, как я могла сказать, хорош. И в смесовочках. И вот из этой смесовочки, да, я связала кардиган Лисенок. Потрясающе. Сразу слонимской пряжи какой-то королевишной стала. Вот тут же, мгновенно. Поэтому Махера, да, нужно в арсенале иметь для каких-то своих творческих идей. В любой момент это можно воплотить. Я обожаю вязать носки, подмешивая Махер. Все это началось с того, что я лентяйка и спицы тонкие для меня, ну, неприемлемы, а все это потом вылилось в красоту невиданную. Вот, допустим, купили вы прям упаковочку пряжи, да, носочной. Связали носочки одни, связали носочки другие. Понимаете, что уже подустали от этого цвета, да. Можно, конечно, махнуться с кем-нибудь мотками, а можно взять Махерчик любой, вот абсолютно любой и соединить. Мало того, таким лентяйкам, как я, будет гораздо приятнее вязать на спицах более толстого калибра. Сейчас мы это все соединим. Где у нас кончик-то? Так получатся же совершенно другие оттенки. Я это взяла такой нейтральненький, можно взять белый, можно взять черный, ну, абсолютно любую супервожку, какая только у вас есть. Я уже взяла этот, чтобы на цветах. И вот посмотрите, одна ниточка Махера, одна, единственная ниточка Махера. Какие делает чудеса. Таня, я потом все распутываю. Да знаю я. Вы посмотрите, носочек уже, ну, он другой, он другой, пряжа вся та же, он другой. Смотрите, взяла Махерчик цвета липы, он тоже такой вот пастельный, далеко не ушел от этого. И уже у нас картина-то другая, у нас уже другие носочки, у нас уже совершенно другие носочки из одной и той же пряжи. Смотрите, как преображается возьми Махера другого цвета. И все. И вот у нас прям одна и та же носочка дает нам поразительные пастельные тона. Но это я взяла такой пастельный цвет. Можно взять абсолютно все, что угодно. Носки такие благородненькие, с опушкой получаются. Не обязательно однотон. Можно секционочки также украсить. Взять секционочку, любую, да, и припылить. Или изменить цвет. Или припылить. Я сейчас чувствую, что на полчаса уйду в распутывку. Вот это вот. Это прям художник миксует пряжу. Девочки, вот так вот сделаю. Все. У нас уже такая красивая припыленность. Махер это вещь. Мне вот по ощущениям, пока я вязала, показалось, что этот махерчик королевский, этот рекор, приближен вот к этому махеру. Потому что здесь тоже есть шерсть. Есть махер, есть ПА, по-моему. Но когда я нашла образец, этот более легкий, но он и связан, кажется, не кажется, в одну нитку или в две. Нет, в одну. А здесь я в одну. Посмотри, что делает, а? Не рискнула, связала в две. Поэтому он как-то поощутимый, что ли. В общем, что хочу сказать? Махеры разные нужны, махеры разные важны, но все равно, что-то у них общие есть. Наверное, шерстка. Наверное, шерстки. Я вот еще вязала, добавляла, хапсала, тоненькую-тоненькую, шерсть мериносовая. Но я еще раз говорю, махеры разные нужны, махеры очень хороши в смесовках. Мне труда не составит подобрать вот такую лидию, точь-точь, в цвет, И вязать. Но мне понравилось две ниточки. Мне понравилось просто в две ниточки. Ну, смотри, какую цель мы преследуем. И еще, вы знаете, мы такие разные. Этим и прекрасно, я считаю. Это с Лидией. Я показала уже образец походу. Это просто софт-дринг. Прелесть. И там, и там прелесть. Смотря, что мы вяжем, смотря, что мы хотим. Да? Такая прям фигуристая девочка. Невесомую на маечку эту самую ей надо паутинку. Здесь вообще восьмерку. Бери и вяжи. И получишь то, что надо. Так я остановилась на мысли, что мы разные. Вот недавно я вам показывала пряжу без махера, да, бобинную пряжу. И вот с черненьким махером. Я даже считать не стала. Но вот сколько я получила, Тань, конечно, без махера вяжите. Посмотрите, какие яркие краски. Прям салют, прям космос, прям ночи. Вот. Махер заглушает. А сколько я, конечно, с махером вяжите, Татьяна, предается такая вот, ну, я сейчас, то ли загадочность, то ли тайна. И право, и те, и те, девчата правы. Я совершенно понимаю, и сама-то я еще не решила. Мне и так, и так хочется. Вот такой он волшебный махер. Он что угодно делает. Я стараюсь познакомиться, вот как можно больше артикулов узнать. У меня и более, вот этот, по-моему, от Газал, у меня и более дорогие махеры, пожалуйста, да, и дешевенькие махеры, пожалуйста. Это от Ализе. Вот этот вот достаточно шоке. Дорогой махер, пожалуйста. И я прям, ну, всем махерам рада, потому что это прелесть. Это прелесть. И вот, судя по тому, насколько хорош состав, сходила за мотком, я тут тоже на стол то со стола. Вот мне захотелось попробовать и этот. Все-таки 70% натуральной ниточки. В магазине от Реко есть и другие махеры. Другие махеры. Там, где, ну, натуральные ниточки поменьше. Причем, там, по-моему, даже не один махер. Их много. Я не помню точно какие. Но с одним, скорее всего, я вас скоро познакомлю. Подруженька положила глаз у меня на махер. Вот там натуральный состав меньше, синтетики побольше. Что хочу в заключение сказать о махере королевским. Я совершенно не пожалела, что его купила. Когда вообще речь идет о махере, я так себе говорю, а, в конце концов, можно, если что, пустить на носки. Здесь я с этим не буду спешить, хотя считаю, что носочки достойны самых дорогих пряж, потому что это наши ноженьки, а наши ноженьки это наше все. Тем не менее, цвет мне идет настолько, что я вижу и шарф, гарнитур, шарф и берет, например, или там шарф и гетры, шарф и варежки. Я вижу палантин, палантина обожаю, я их просто обожаю. Тем более, за палантин еще говорит тот факт, что, ну, я иногда чуть-чуть стройнее, иногда чуть-чуть полнее, а палантин, какая-то, танечка, есть, я тебя украшу. Джемпер тут надо как-то попадать, но если связать оверсайзище, то тоже, в принципе, можно об этом не думать. Если вязать в две нитки, там в районе 2000 митров, мне достаточно шести моточков. В общем, просто вот рада, рада, что у меня такое в запасах. Да что ж вы падаете-то? Кот, наверное, дует. Я очень рада, что у меня в запасах есть такая прелесть, что свяжу, обязательно покажу. Планов громадье, потихонечку все свяжем. Какие наши годы. Давайте я еще раз покажу поближе полотно. Те, кто прям неженки-неженки и слышать не хочет о намеке даже на колкость, нужно подумать. Колкость слегка и есть. Это я говорю только за свои рецепторы. Как они сработают у вас и как они сработают в другом цвете, я не знаю, понятия не имею. Но чуть-чуть колкость есть. Ощущаю я ее исключительно после ВТО. До ВТО и пряжа в моточках, которую я к шее прикладываю, мне колкости не дает. Цвет волшебный, я номер, по-моему, назвала. Но он мелькал уж несколько раз. Точно, если что. Ну, цвет, конечно, надо выбирать по своим ощущениям, по своим предпочтениям. Я не разочарована. И это самое главное. Такого вот зачем купила, этого нет. Говорю, молодец, Танечка, купи еще. Ну, что ж, друзья, буду заканчивать. Вроде сказала все, что хотела. Тем более, пришли мои озорники, в смысле, помощники. Они очень любят убраться, после того, как я сниму видео. Мы сказали свои первые впечатления и хотим пожелать вам, чтобы по возможности радовали себя пряжей, или спицами, или любыми предметами, как о любимом хобби. Складывали свое впечатление о той или иной пряже. Да, без разницы о чем. Что свяжем из этой пряжи, мы обязательно покажем. А пока наша традиционная. До новых встреч, Аня. Обязательно. Будут. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...